здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор невербального поведения на это интервью рузиля миникаева сыгравшего роль марата в нашумевшем сериале слова пацана а я наткнулась случайно и меня заинтересовало то как много было сигналов тело того что главному герою рузилю не нравится общаться с тем кто брал у него интервью я обязательно ссылочку на это интервью обязательно поставлю да и мне хотелось вам показать именно невербальные сигналы тела как можно показать многими способами что собеседник надоел или разговор не интересен и прочее прочее но знаете конечно же поработав над подготовкой к нашему разбору я знаете должна сказать спасибо этому сериалу он стал сегодняшним спонсором моей бессонницы я сегодня ночью просмотрела все восемь серий теперь я что называется в теме и действительно подтверждаю что сериал ну вот основан на реальных событиях я так долго живу что я действительно застала эти времена я жила в эти времена я прекрасно понимаю что происходило тогда но в общем то давайте разбирать все таки вернемся к нашим невербальным сигналом тела и начнем с первого фрагмента сейчас я его включаю и наблюдайте наблюдайте как русиль показывает что ему все не нравится вообще все интервью это просто знаете набор сигналов тела которые говорят о том что собеседнику не нравится разговаривать с тем кто берет у него интервью давайте смотреть я признаюсь честно как минимум на янковского рассчитывал смотрите замер поджал подбородок печаль а ему не нравится выставляет лоб это упрямство и мы понимаем что конечно же ему не нравится начало интервью вообще самого начала интервьюер зачем-то вот как-то его пытался провоцировать на эмоции а в данном случаерузиль ну как-то пытался не реагировать на вот эти все зацепки и соответственно здесь сначала идет саботирующая позиция ну конечно же не очень хорошее начало для интервью и честно говоря вот я обязательно ссылочку под видео поставлю вы посмотрите на это интервью и скажите у вас осталось такое же послевкусие после просмотра этого интервью как будто герой абсолютно не раскрылся и вообще интервью честно говоря очень неудачная вот как по мне но тем не менее удачно с точки зрения того чтобы нам рассмотреть как делать не надо потому что каждый из вас наверняка сталкивался с такими с таким с такими реакциями собеседников да и ну что с этим делать я уже наверно сегодня не буду рассказывать а вот как это распознать я вам сегодня это все покажу а если вам будет интересно дальше чтобы я вам сказала что делать вот с такими сигналами тела если вы видите у своих собеседников вы просто ставьте лайк и пишите в комментариях что вы хотите продолжение я обязательно сделаю вам такой подарок и расскажу как раскрывать собеседника но здесь конечно же вот герой абсолютно не раскрылся и даже в конце там много уже пошли сигналы агрессии но давайте смотреть дальше да видите что человек закрывается упрямство или наборного нет вообще в идеале это отец айгюль почему почему ильдус абрахманов может потому что он легенда такой актерище разноплановый то смотрите опускает челюсть поджимает подбородок и включается манипулятор манипулятор включается когда человеку некомфортно находиться в какой-то ситуации и манипуляторов у нас много но самый простой манипулятор это взять телефон и начать в нем ковыряться да но если вот сейчас этого нет то человек как бы начинает что-то делать руками и тем самым отвлекается вот это вот жест манипулятор он включается когда человеку реально некомфортно когда он не может уйти но ему нужно находиться да и как бы чтобы не скажем не участвовать в том что ему не нравится он отвлекается отвлекается вот в данном случае сейчас начинает вот что-то идика сыграл в реальных пацанах то папу айгюль что и пацана вот ведь таланту человека да всем в отце годится легенды а вы увидели в живую большая конкуренция на роль видите одна сложные ответы говорят о том что но в данном случаерузиль не заинтересован в ответе на эти вопросы до вопросы ему не нравятся ну зачем в общем-то приглашать человека и стебать его но мне кажется что ну я уже теперь посмотрела это интервью и мне бы было интересно узнать какие-то подробности со съемок например или оставлю ну какие-то там из жизни у него ну глубже узнать что за человек вообще этот ирузиль да ну как бы мне бы было интересно это но зачем-то я я не знаю может быть в этом скрыто что-то какой-то такой знаете внутренний стёб который понимают только избранные но я наверное не из их числа мантика была на большая а когда вот наконец-то хоть слово маратик прозвучало да это роль как раз которую сыграл рузиль он немножко раскрылся он понадеялся что сейчас пойдет разговор о его роли о нем да и вот он раскрывается появляется интерес ногой сейчас расширится сейчас смотрите я слышу что немножко откинул са на спинку стула ну то есть челюсть приподнял да то есть вот пошли какие-то жесты которые говорят о том что да мне это интересно для этого пришел до спрашивайте меня про роль маратика про мою жизнь да но но как бы вот зачем стебать тем что не пришел например тот же самый adidas до янковский но к чему это к чему действительно но но это как-то вообще то не особо что были только вы и леонид каневский я даже слышал что леонида каневского утвердили уже но он отказался усы сбривать сказали типа ну ли он поджимает подбородок не страну что с усами гоняешь и там мать еще потом айюль сказал что не хочет чтобы 80-летний мужчина целовался поэтому меня утвердили он пытается поймать нить разговора вот я не знаю может быть это какой-то великий смысл заложен в том что сложно поймать нить разговора да и он как бы вот здесь вот подыгрывает да вот получается ну поэтому меня утвердили ну это логичный ответ шлость повезло что уже не раз да повезло что да он все-таки отказался и усы брить видите натягивает одежду пинает ему очень не нравится ход беседы и мы это видим по его жестом да ну вот вот эти пинки они говорят о том что человеку не нравится он хочет оттолкнуть то что к нему под ну вот вот эту тему он хочет пнуть ее часто мы это делаем не только ногами мы это делаем локтем например ну вот какие то такие жесты они говорят о том что человеку абсолютно не нравится находиться здесь он хочет эту ситуацию от себя оттолкнуть вот видите да как ногой пинает а я приносила мне кажется тоже бы сыграл да никто не составляешь когда если вот он тоже идет с король на только в коробку он бы приходилось бы все равно в дверь заходить потому что он не перепрыгнул да вообще конечно как-то сомнительно он себя чувствует сжимает рот подбородок пересаживается ну то есть человек чувствует себя не в своей тарелке и я считаю что главная задача человека который берет интервью это раскрыть собеседника вот это самое главное а когда идет вот такой сплошной степ но тут как бы никто не выигрывает не я не выиграла как зритель не а вот в данном случае герой который блестящий я считаю сыграл роль ну я смотрю что человек в общем-то не такой от оторвистый как он играл роль там он играл роль одного из главных бандитов до малолетних но как бы вот здесь вот я вижу что здесь перед нами сидит интеллигентный человек который ну как-то не очень комфортно отвечать на такие вопросы да поэтому здесь конечно как-то очень сами но с другой стороны очень интересно посмотреть на сигналы тела как человек реагирует на некомфортную ситуацию да и как он пытается закончить разговор идем дальше вот теперь сигналы тела что ему не интересно разговаривать на эти темы давайте смотреть ваш герой кто ну простой пацан с улицы странный выбор у меня гагарин да странно кому-то не очень интересно разговаривать интересно вам мне но честно говоря и мне не интересно смотреть на это все на такие глупые реально вопросы интересные вам интересно смотрите переспрашивает с удивлением получается как бы не интересно удивление а а чего чего вы ожидаете вообще даже такие какие вопросы такая реакция в общем-то поэтому переспрашивает с удивлением голова в бок не знаю что ответить да вот в данном случае вот этот голова в бок она вообще в принципе если человек наклоняет голову в бок это эквивалент под поджиманию плечей до поднятию плечей это жест не знаю поэтому не знает что сказать потом напрягает подбородок и смотрите какая интересная реакция на но он как бы человек интеллигентный до вполне и ему нужно поддержать собеседника да ему совершенно не интересно но он должен сейчас вот из чувства приличия да как-то сказать что да мне интересно и поэтому сначала идет честный сигнал тела а потом идет сигнал тела который ну вызван какими-то моральными принципами до морально-этическими но не знаю поджимает подбородок потом сначала нет а потом кивает до типа интересно но на самом деле конечно же не интересно и мы это прекрасно понимаем ну кому будет интересно сидеть и выслушивать степ про себя или там про свою роль если ну как бы если актер пришел то зрителям интересно посмотреть действительно на что-то более захватывающее то чего мы не знаем например про съемки и про самого человека как человека они актера да поэтому да действительно здесь я его прекрасно понимаю и в общем-то идем дальше теперь а по поводу этого как его героя ну который друг вот был марата по кличке пальто мальчик из интеллигентной ну как бы интеллигентный такой мальчик музыкант который примкнул к этой группировки вообще очень интересный сюжет я сегодня просто не смогла оторваться ночью все пересмотрела давайте смотреть но пальто вообще сейчас в тюрьме сидеть тоже ему туда им отправляет что-то периодически там печеньки сколько ему кстати осталось сидеть он успеет ко второму сезону к второму до подождем его подождете сколько ему дали не уточнял вообще да все равно сидит сидит и пусть да спокойно там сидит у вас уже своя жизнь смотрите натягивает рукав и это еще один жест того что человек пытается уйти от этого разговора он и пенал и ну вот были он просто сидит так не видно наверняка были отталкивания локтями и еще один вариант вообще что касается рукавов то когда мы готовы к чему-то приступать до что-то делать когда нас вдохновляет то дело которое перед нами дата те обстоятельства вдохновляют ну которые нас окружают вдохновляют нас на какое-то действие мы автоматически как бы закатываем рукава и это мы часто видим кстати в жестах ксении собчак она всегда когда остренький вопрос она закатывает рукава и поэтому я сразу вижу что сейчас будет самое интересное но в противовес этому жесту закатыванием рукавов идет жест с натягиванием рукавов а это жест как раз когда человек хочет уйти опять таки уйти из этой ситуации когда ему не нравится когда его ничего не вдохновляет когда ему надо спрятаться что называется в домик да тогда человек начинает натягивать на себя одежду и мы видели что вот сейчас он натягивает рукав натягивает одежду то есть ему совершенно не интересно говорить об этом пальто на самом деле я так понимаю что пальто это тот кто написал эту книгу да и ну или единственный выживший из этих вот всех участников который сейчас сидит в тюрьме за это все до что описано в этой истории но в общем я не вникала в эти подробности если вы в теме расскажите мне пожалуйста об этом в комментариях но как бы здесь мы видим сигналы тела что человеку совсем не нравится и кроме того это место еще не только касается рукавов да здесь еще и место где мы носим часы до часы на другой руке но тем не менее когда человек натягивает рукава он как бы обращается вот в это место немножечко посматривая на часы давайте уже закроем эту тему как бы говорит его тело давайте уже уйдем отсюда время как бы ограничено да ну то есть цените мое время и так далее при этом видите что поджимая челюсть опущена поджимает вот эту всю часть лица улыбается вот как послушная девочка да вот это вот натягивание улыбки а на самом деле улыбаться ему не хочется ему не интересно дальше идем давайте включаем ваши цитаты между плохой а вот смотрите вот это уже жест интересный вот наклоняет голову и поднимает брови с удивлением но понимаете удивление тут еще трактуется по-разному вот брови поднимаем мы когда пытаемся либо рассмотреть что-то но не то что когда мы удивились или хотим привлечь к этому внимание но когда это сопровождается опусканием челюсти человек как бы удивляется тому что хочет скрыть а скрыть он хочет то что он не покажет опускание челюсти говорит о том что человек не готов драться да но при этом он удивляется он удивляется как он попал в эту ситуацию да и он не хочет показывать свои истинные эмоции наверняка потому что они ему совершенно не нравятся но ну он он сейчас драться не будет и поэтому ну вот он как бы говорит удивительно как глупо вообще оказаться в этой ситуации идем дальше смотрите растягивает губы вот при этом глаза не смеются да то есть он пытается смеяться вот уголками рта это улыбка вот этой самой послушной девочки как как я ее называю это такая вежливая улыбка которую мы натягиваем для того чтобы кому-то понравится но здесь в данном случае это можно даже трактовать как и презрение в том числе я как бы теперь пытаюсь понравится да но мне это так как-то вообще не вяжется с моим настроением вот в данном случае смотрите вот попытка улыбаться да в то время как глаза удивляются челюсть опустилась вниз в общем противоречивые жесты при этом еще и челюстью водит да вот смотрите вот вот при опустил челюсть то есть ему совершенно не и и вот здесь в данном случае то что челюсть пошла немножко в сторону и вниз говорит о том что он скрывает агрессию и смотрите и шея сзади надоело это ответственность которую я сейчас несу на себе то есть он рассматривает это как нагрузка нагрузка нас на себя на свою нервную систему то есть вот все жесты говорят о том что человек находится совершенно в некомфортной ситуации да если вы в жизни такое видите то это вообще полная ну скажем так вот если вы ведете переговоры и вы видите что ваш собеседник так реагирует это уже крайняя степень того что он не хочет он не согласен с вами он просто не хочет вам сказать но знаете что он точно не пойдет на то что вот вы ему предлагаете если вы ему что-то предлагаете поэтому вот знаете вот даже и поэтому я решила это интервью разобрать чтобы вам это показать вот это крайняя степень недовольство и не ну скажем не не конгруентности с собеседником да это крайняя степень саботажа и всего самого негативного что мы можем ожидать от нашего собеседника поэтому вот если вы такое видите если вы когда-то в жизни такое видели опишите мне ситуацию при каких обстоятельствах вы это видели я уверена что это было предпосылкой какой-то очень серьезные ссоры вот следующим шагом со стороны вот такого человека будет уже агрессия либо если он культурный да он ну просто молча уйдет но больше он будет вас избегать после этого опишите мне вот если вы сталкивались вот с таким поведением что дальше происходило вот с человеком который так демонстрировал свое отношение к беседе да ну видите да и он поднял ну как бы поднял челюсть да ну при этом челюсть при приспущена вот здесь вот когда вот таким образом челюсть немножечко приспущена это знак того что человек готов уже в принципе начать драться да он как бы уже челюсть на на низком старте челюсть у нас отвечает за активные действия за нашу борьбу и вот здесь вот уже это готовность активно действовать в любой момент она включится и в любой момент человек пойдет в наступление это уже скрываемая агрессия плохой ролью за многомиллионный гонорар и хорошей ролью за копейки вы выберете второе где-то написано что вы родились в мае а где то что в татарстане так где в итоге и там и там круто ну вообще просто пятерка за вопросы да ну наверное это как-то считается смешно да вот такие вопросы задавать но как-то как по мне так глупо но ладно напишите свое мнение в комментарии может я что-то не так понимаю может это какой-то новый вид юмора который я еще не до меня еще не дошло в силу того что я слишком уже большого возраста да и вот как то так на возможно а возможно это все-таки какие-то глупые вопросы вот как по мне так глуповатенько задавать такие вопросы человеку который действительно на вершине скажем интереса публики да и нам всем интересно узнать что за человек сыграл роль марата и всех остальных ребят которые там снимались да вот мне интересно посмотреть ну узнать какие-то подробности со съемочной площадки там по поводу вот этого второго финала я посмотрела официальную скажем так версию я хочу еще найти кстати вот те серии которые убрали хочется сравнить что же там убрали ну вот я слышала что их слили если можно подскажите где это найти на данную я загуглю посмотрю может я и так найду но на всякий случай если у вас есть ссылочки в комментарии пожалуйста дайте мне ссылочки на эти серии на очень интересно надо но и мы видели что сигналы тела говорят о том что человек хочет быстрее уйти во первых он закрылся во вторых у него пальцы перебирают то есть еще и ускоряются человек очень хочет быстрее завершить вот это дело ему совершенно не нравится и здесь вот еще один сигнал тела который мы с вами про дима увидели до слышали что сериал слова пацана обогнал по рейтингу вот еще ров кальмара вот еще но это просто уже дальше демонстрация того что как ты мне надоел вот действительно ну и мне уже честно говоря надоел он со своими такими странными вопросами поднимает брови удивляется вообще опять удивляется что за глупости вообще че тут делаю знаете куда я попал где мои вещи вот примерно так а значит поднимает челюсть уже готов давать отпор уже надоело надоело все это слушать да и вздох нетерпения руки в паху вот смотрите руки в паху при этом ноги сейчас ноги скрестил так насчет ноги скрестил наверное дальше будет давайте смотреть а вот вот скрещивает руки в паху и ноги ноги скрещивает сжимает рот закрывает рот лицо вообще испанский стыд сжимает рот подбородок руки скрещивает и смотрите натягивание рта вниз это вообще знаете презрение супер презрение презрение смешанное со страхом ну то есть презрение вообще это эмоция социальная это самая свежая самая новая эмоция которая появилась в связи с тем что мы разделились на классы кто-то выше кто-то ниже да и вот люди когда встречаются друг с другом они оценивают классовость друг друга да и если человек который находит ну определяет что он находится выше классом и он понимает что тот с кем он общается классом ниже ну неважно по какому уровню по уровню развития или по уровню статуса и так далее он реагирует во первых презрением во вторых ему страшно что его будут ассоциировать вот с этим человеком который ниже по статусу и соответственно вот вот это вот натягивание рта вот вниз идет как реакция и кстати очень созвучно вообще с этим сериалом где ну там вот по понятиям да если девочка там получается ее изнасиловали да и с ней уже как бы там западло или ну там по-другому они называют но это действительно так было с ней уже нельзя общаться потому что ты как бы берешь вот эту всю как опущенность или ну то есть вот берешь себе и соответственно ты тоже становишься таким же изгоем ну в данной группе а да поэтому вот здесь вот он продемонстрировал что ну что я делаю вообще вот в этой ситуации да вот с этим человеком и показал отношение к вот к человеку который берет интервью конечно я я не знаю вообще я посмотрела канал довольно интересный тем что там интересные люди дают интервью но то как в данном случае было взято интервью я считаю что крайне непрофессионально но опять таки напишите свое мнение может быть в этом скрыт как раз вот какой-то супер профессионализм да и вот это было сделано для того чтобы мы посмотрели истинное нутро главного героя ну не знаю в общем может быть и там скрыт какой-то подтекст а может этого подтекста нет и мы имеем дело с крайне непрофессиональным интервью но тем не менее результат мы видим и результат как раз вот дает нам повод разобраться вот именно вот в эту сторону что как определить что разговор не интересен собеседнику ты будешь танцевать ступа выглядит не так эпично как у вас но это действительно тупо выглядит и за данном случае рузель сжимает рот сидится скрещенными руками ну как-то действительно глупо-глупо очень глупо это выглядит в клубе это подписано мой хотя бы не знаю ты ты не будешь тоже петь никто не очень нравится будет танцевать там да действительно были танцы у них на дискотеке да и они так танцевали но но как-то не очень уместно пойду воды пока вопью значит вот еще был вздох усталости и с усилием трет глаза когда человек касается глаз он как бы говорит глаза мои на это не смотрели ему действительно неприятно и не хочется смотреть на это все ну вот это еще один жест того что человек устал человеку не нравится находиться здесь и так далее следующий фрагмент кстати знаешь почему у жора крыжовникова дома всегда чистый туалет почему слив хорошо работает понимаешь смотрите опускает через поджатым подбородком а и обращается опять к жесту манипулятору пытается перезагрузиться пытается успокоиться вообще вот по поводу того что ну во первых ему опять-таки не нравится и во вторых он трогает часы он демонстрирует что я здесь находиться не хочу мое время ограничено давай как-то завершать это все но это уже в конце интервью пошли вот такие жесты с часами то есть давай уже закругляться причем интервью вот с учетом там нескольких реклам которые туда впихнули всего 20 минут ну вот это 20 минут какого-то трэша дальше давайте смотреть челюсть немножечко вперед пошла а потом об этом смотрите наклон головы полюбуйтесь мной и челюсть получается немножко в бок то есть уже пошли жесты агрессии да то есть сначала давайте это давай это уже прекращать мое время ограничено а потом уже он готов скажем встать на свою защиту и ну чтобы уже прекратить вот вот этот непонятно что ну интервью это сложно назвать ну то есть вообще дальше идем следующий фрагмент понимаю маратик ярузиль почему мам так называла а маратом назвал папа сергей саныч пытается подыгрывать до пытается уже как-то поймать эту нить разговора и как-то вклиниться вот в этот монолог до монолог вопросов вообще поразительно как совершенно нет симбиоза нет вот этого контакта между ними здесь вопросы как-то сыпятся и вот он попытался честно попытался вот хоть как-то подыграть вот этим вопросом но все равно это тоже безуспешно сергей саныч он очень что-либо сергей санкс сергей санкс бурлов вы его сергей санкс странно очень можно уже попытаться не привыкли видите постепенно поднимает челюсть демонстрирует челюсть и ну как бы своим жестом уже намекает что хорош уже хорош уже меня троллить и это уже угроза вот это вот когда человек ну вот то что я вам до этого показывал это просто человеку не нравится человек хочет уйти а здесь уже человек хочет отстаивать свою точку зрения уже как бы ну хватит уже да и он говорит что я уже готов драться даже для того чтобы это все прекратить ну то есть он понял куда идет это весь этот разговор до разговор так и не складывается но и соответственно мы видим что человек готов уже отстаивать свои взгляды и себя в том числе дальше еще вот демонстрация челюсти и это вот демонстрация челюсти уже пошла в конце диалога потому что сначала он как-то еще надеялся вклиниться вот в эти все шутки да и пытался как-то быть ну не знаю войти в этот контакт но когда он уже понял что этого контакта не будет он уже стал демонстрировать челюсть и вот это уже сигнал если с вами вот начинают уже демонстрировать челюсть завершайте разговор ничего хорошего из этого не будет а вы только еще больше разозлите своего собеседника если вы хотите чтобы у вас был какой-то конструктивный диалог вот это уже все крайняя степень недовольство давайте смотреть как же вам сейчас надо наверное за эти месяцы до выхода сериала славой насладиться до типу ее потом не будет видите вот это вот демонстрация челюсти типа ее потом не будет и вот по этой демонстрации челюсти я прекрасно понимаю что как раз ну вот там ведущий сейчас упомянул новую роль которую играет друзей и он как бы намекает на то что следующая роль будет не такая успешная и ну пока есть у тебя такая слова наслаждайся и но должна вам сказать я заглянула в его на этот натальную карту я посмотрела что дальше у него еще интереснее ситуация хотя эта ситуация тоже интересно если вам будет интересно поставьте лайк напишите в комментарии если вы хотите этот уже астрологический разбор я там много чего увидела на момент выхода интервью вот именно поэтому человеку да в принципе можно разобрать главных героев да какие там были транзиты но вот в данном случае урузили дальше еще интереснее ситуация будет поэтому здесь я считаю что этот человек это та звездочка которая зажглась на небосводе и сейчас он еще сильнее будет разгораться вот так вот мои такие предсказания но сейчас просто не хочу вас грузить астрологическим разбором слишком много астрологии у меня на канале последнее время я не хочу как бы вот чтобы те кто на разборы именно невербальных сигналов тела чтобы разочаровывались потому что ну как бы изначально мой канал про невербальные сигналы тела поэтому в этот раз я не буду перегружать это видео другими разборами но если вам интересно я могу вам это все сделать потому что там много интересных транзитов которые можно вам показать но это в первую очередь для тех кто у меня на астрологии учатся или к кому интересно разобраться в себе да ну как бы мы отдельно это все разберем и сделаем да но надеюсь что этот выпуск вам понравился и был полезен потому что я уверена что все из вас сталкивались такими сигналами тела в большей или меньшей степени опишите пожалуйста свои вот сигналы тела которые вот вы встречали в своей жизни или которые вы демонстрировали наверняка или как у вас руки тянутся вот например вот так вот в каких случаях сделать да вот опишите свои ситуации мне очень интересно почитать и вообще ну вот насколько вы с этим сталкивались узнать потому что ну я например сталкивалась довольно часто особенно в те моменты когда ты пытаешься что-то кому-то предлагать вот вот очень четко это видно обычно когда человеку это не надо да вот такая вот история но что если вам понравился этот разбор поставьте лайк если не понравился дизлайк а не забывайте подписаться на канал если вам вообще нравятся такие разборы и вообще мой канал и я вам но если вы случайно зашли я вам если понравилось то велкам не понравилось ну что поделать я не 100 долларов не должна всем нравится а я в любом случае нравлюсь я вам или нет я люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока